чай с рунгейкой прекрасным цветком замечательный чай его обязательно нужно пить осенью когда начинается за окном прохлада и начинается идти дожди начинает идти дождики первые морозы и естественно люди начинают простуживаться и для того чтобы свой организм настроить на хорошую волну и зарядить тебе солнечной энергией противооспалительным средством является вот такой чай чай из цветов рудбекии достаточно на пол литра измельчить сухого или такого свежего цветка если еще есть и полчаса чтобы оно настоялось и затем с медиком попить но вот неспроста я начинаю этот разговор с цветов рудбекии потому что вот эти цветы замечательные они далеко не простые это действительно золотые цветы пришел этот цветок нам из далекой северной америки американские индейцы этот цветок именно использовали для того чтобы простуду лечить какие-то простудные заболевания этот цветок очень ценный и ему посвятил и название дал именно карл линейх линейх известный шведский ученый ботаник он посвятил этот цветок и название этого цветка идет от имени его учителя учителя рудбека вот он что написал и это осталось уже в истории великий рудбек до увековечения славы имени твоего я назвал ее рудбекия по власти всем ботанистам следовательно им не предоставленной она должна соделать имя твое бессмертным и гласить о нем пред царями и князьями пред ботанистами и врачами пред всеми людьми так что если мир весь умолкнет то рудбековые растения будут гласить о нем доколе не пройдет природа кстати олаф рудбек это прапрапрадед альфреда нобеля как видите очень ценный цветок он пришел из далекой северной америки с помощью путешественников сначала попал в европу вот где кстати в германии его стали называть очень просто красиво солнечная шляпа потому что похоже действительно как шляпки очень красивые затем он попал к нам и теперь почти в каждом дворе этот цветок растет знаем его как рудбекия но нас называют очень многие осенние желтые ромашки осенние желтые ромашки а еще называют их по-другому сами индейцы подарок солнца вот этот цветок остался и остается останется на долгие годы в штате мерилент именно символом и талисманом его увековечили на знамени на деловых документах именно рудбекия сегодня этот цветок очень ценный и там находится ну а ценность его наверное и в легенде доказано потому что когда то есть такая история что гномы очень любят руду золотую золото и вот они нашли это золото как раз в лесу очень много его и естественно накопали до вечера копали так много 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 было этой руды что они устали ушли домой отдыхать а решили утром забрать но когда отдохнули поставили своего повстанника посмотреть что там с рудой но руды не оказалось оказывается дровосеки ехали увидели руду сбросили свои дрова и забрали все все золото а для того чтобы спрятать его они разделили между собой и закопали в своих садах и что вы думаете когда утром дровосеки поднялись пошли свое золото выкапывать увидели вот эти прекрасные цветы на месте закопанного золота вот так и легенда доказывает что этот цветок очень ценный ценный своей красотой своей полезностью своими лечебными свойствами ну а я раиса горяченко желаю вам доброго здоровья прекрасного здоровья используйте эти цветы высаживайте высевайте они очень легки в уходе и обязательно насушите этих цветочков для того чтобы зимой пить чай чуть-чуть горьковатый чуть-чуть пряный такой запахом лета запахом осени будьте здоровы раиса горяченко с градоизмаила шлет вам самые лучшие пожелания здоровья пока пока